Ушел из жизни еще один великий тренер Владимир Михайлович Воронов. Кто не знает, это тренер Федора Емельяненко. О смерти тренера рассказал сам Федор на своей страничке Instagram. Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти свою дорогу в жизни. Прошу ваших молитв о новопредставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича. Предлагаю память о Владимире Михайловиче, посмотреть один из его мастер-классов. Приятного просмотра. В боях без правил при третьей точке опоры ты уже можешь меня наносить ногами в любую точку. В боевом самбо ногами ты можешь наносить только мне по корпусу. Я имею право тебе бить руками, как хочу. В этой ситуации до головы я не дотянусь, но дотянусь спокойно тебе, куда выше. Локтями могу наносить удары, обрабатывать твои ноги, как угодно, в любой части руки. Ногами ты меня встречаешь, мы начинаем отсюда работать. Если я встану фронтально, то естественно я его поддругу. У меня сколько она может приходить за ноги. Если я встану своей стойкой, как бы ты ни работал, у меня всегда нога на тебя не дотягивается. И я спокойно от сюда могу работать. Подтянул ты ногами, чтобы меня отталкиваться, работаешь ногами, чтобы меня оттолкнуть, там еще что-нибудь такое. Я всегда эту ногу, если уберу, в эту сторону шагну, то мне вообще ничего не мешает. Прихватил твою ногу, здесь я ломать особо не надо. Прихватил твою ногу, я просто с твоей ногой встану. Я ничего не делаю. Своим весом ты ломаешь сам себе ногу. Это все понятно. Если я ногу поймал и пытаясь сесть назад, он по инерции может встать на меня. Если я поймал и прихватил колено, то вот здесь уже можно сделать болевой, потому что у меня кулачок висит у него в мышце. Так Давид Грибович сделал болевой, он ахилл, в отличие от Федорова, не за счет физухи делал, а за счет того, что кулак скручивал в мышцу. Вот ахилл я ложу просто так без часа ранее ногу. Прямо под ахилл я ложу кулак. Ногу максимально прижимаю вверх. А теперь локоточки отбежал и кулачок у меня сидит у него в мышце. Я делал не за счет физики, а за счет ущемления мышцы. За счет того, что я коленочку пойму и сюда у противника разверну. Ломаю. Что можно делать и боевым сам. Если я пойду в партер, то я пойду не на спину. Я начну уже в воздухе разворачиваться, чтобы быть на боку. Мне мешает вот так, когда я на боку, мне ничего не мешает. Я спокойно прогибаюсь и ломаю тазу. Если ты мою ногу забрал, берите мою ногу, сел. Давай я сюда. Прихватки с ногами, да? Естественно, что я держу стопор. Держу от ворот. Но! Держишь мою ногу, да? А кулаку мы держишь? Вывод. Ломаю ногу. Но я за два удара тебе раскрою все лицо. Вот так, конечно. А в такой ситуации, если без кимоно? Боя я без правил. Без кимоно, когда противник вспотел, и дает в любую очередь, ну как же надо ноги делать? Болевые на ноги при вспотевшей ноге трудно сделать. Гораздо проще прихватить, допустим, не ногу, допустим, да? А пяточку. Потому что здесь есть рычаг. Просто ногу потную поймать. Она как мыло. Ее прижать под уже телом тяжело. Самбо, да. Когда он в самбовке, у меня куртка от кимоно. Да. А в боях без правил. Вот так на всей стране. Вот сейчас в Питере проходило. Бразильец Сашибекович. Оба спортсмена молодцы. Но бразильец, правда, подсушился килограмм на 7. И ногу задавил чисто. Весом. Хотя болевые делает изумительно на ногах. А он ничего не смог сделать. Бразильец тоже садится на ногу. Пятку ломает. Ну ничего, я прокручусь и уйду в сторону. Нет рычага, нет болевого. В боевом сам был. В боевом на ногу, все, два удара достаточно. Плюс накладки. Можно, да, сюда. Но страшный удар не вот так. Страшный удар, когда я вот так разберу. Руку. Здесь края накладки.